всем привет хорошего настроения дорогие единомышленники привет всем зрителям нашего канала сегодняшний наш обзор будет посвящен замечательному и легендарному магнитофону времен ссср маяк 205 нашем канале уже был обзор на тему этого аппарата но вот у меня сегодня появился еще не вот такой маячок которая достаточно удачно купил и поэтому следует традиции все что есть обо всем рассказываем вот мы сегодня поговорим конкретно об этом магнитофоне потому что маяк 205 который до этого мы обозревали был другой каждый магнитофон каждый аппарат радио как и каждый человек имеет свой характер свои особенности свои плюсы-минусы недостатки и положительные стороны поэтому давайте мы про него поговорим рассмотрим о замечательный логотип который помимо так сказать корпуса имеется также и на на крышке немножечко по-другому оформлен вот только сейчас обратил на это внимание сам маяк и вот такая вот как бы мишень что у нас на этом логотипе на этом логотипе у нас вот такая вот звезда или цветочек завода маяк извините за съемку с рук дальше мы будем снимать со штативом просто сейчас я хочу несколько более подробно вам показать вот такой замечательный ящичек с полированными и даже лакированными толстым слоем лака боковыми стенками выполнен в характерном стиле 70-х начала 80-х годов прошлого века то есть чтобы вписывался в отечественную мебель внешнее оформление его довольно приятное очень нравится вот эти блестючие хромированные ручки солидные значит тяжеленькие такие прочные рукоятки регулировки его основных режимов и параметров если бы еще кнопочки были хромированные было бы тоже в принципе неплохо несколько не нравится мне вот это оформление индикаторов такие старорежимные какие-то узенькие стрелочники но тем не менее такой магнитофон это один из последних магнитофонов завода киевского завода маяк выпускавшийся для использования в горизонтальном положении вот потому что потом пошли конечно более популярные магнитофоны вертикального расположения астры орбиты и союзы ростов и так далее да вот но это еще скажем так дань традициям вот такая рукояточка для переноски в нижней части имеет место быть длинная то есть магнитофон переносной неносимый но переносной назначен сети для питания от сети 220 вольт так это сетевой катушечный магнитофона производство рассказал знаменитого замечательного киевского завода маяк того самого завода который выпускал первые в ссср магнитофоны знаменитые днепры вот этого в общем-то заслуженный и такой в общем-то потомственный аппарат потомственный купил его по одной простой причине даже поделюсь почему мне попросили туда цифровать некоторые записи со старых старых катушек вот и столкнулся я с такой интересной вещи что во первых записи были выполнены на пленке типов 6 и 2 то есть крутить их на своем олимпе естественно ведь уж тем более на кай не рискнул потому что это смерть головкам как вы понимаете вот некоторые записи были монофонические но для мономом записи меня есть другой магнитофон а вот 4 дорожные стереофонические записи на пленках низкого качества я решил все таки на этом маяке воспроизвести кстати он юбилейный 60 лет чему с ссср ухты как его как здорово ссср насколько я помню был создан двадцать первом по моему году союз социалистических используют то есть что 81 года магнитофон да интересная такая реликтовая вещь что хорошо еще в этом аппарате в нем значит он стереофонический долинейного выхода то есть на свои собственные контрольные динамики он выдает моно сигнал либо с одного канала либо со 2 либо с одной дорожки либо с другой дорожки до либо с обеих вместе есть такая кнопочка клавиша вот стерео 1 4 1 4 дорожка 3 2 одновременно поддаются на выход плюс он имеет четыре своего пардон три скорости и так сказать воспроизведение четвертую очень медленную диктофонную скорость девятую скорость которая была распространена в конце 60-х начале 70-х годов и девятнадцатая скорость на которой максимальная частотная характеристика получается но давайте вообще на самом деле обратимся как всегда замечательному сайту валерий карщенко традиционно и поговорим вообще об истории модели маяк я думаю вам интересно будет как я рассказал значит маяков было целое семейство на протяжении более чем десяти лет выпускались и магнитофоны вообще история как бы с момента первого выпуска и до момента разработки последней модели насчитывает 9 лет первым магнитофоном был к точным магнитофон маяк 201 сейчас покажу такой довольно симпатичный но это был магнитофончик как вы понимаете монофонический монофонический так сайт валерия карщенко отечественная аппаратура я техника 20 века вот мы здесь видим вот такой серебристом оформление серебристое кроме верхней панели оформления магнитофона такие же боковые полированные стенки лакированы и даже передняя решетка декоративная динамика здесь тоже как видите оформлено в светлых тонах симпатичный магнитофон но монофонический и переключатели режимов работы как вы видите и скоростью него были несколько такие похожи на магнитофоне орбита были подобные то есть они мне меньше нравится чем вот эти тяжеленькие такие металлизированные нынешние его крути очки и так а точно магнитофон маяк 211 971 года выпускал киевский завод маяк унифицированный катушечный четырехдорочный магнитофон второго класса тип уп-34 предназначен для четырехдорочной записи с микрофона звукоснимателя радиоприемника телевизора и радиолинии скорость движения ленты 1905 953 и 4,76 сантиметров в секунду время непрерывной записи при использовании катушек номер 15 магнитной ленты типа 10 соответственно 4 на 45 4 на 90 и 4 на 180 минут четыре дорожки на каждой из которых можно было записывать на 19 скорости по 45 минут на каждую дорожку то есть получалось это сколько за 90 на 2 180 минут записи целой три часа или 4 по 90 на 9 скорость или 4 по 180 на соответственно 4 скорости диапазон частот звука на большей скорости от 40 герц до 16 килогерц то есть такой нормальный для 71 года диапазончик на средней скорости от 63 герц до 12 с половиной килогерц и на меньшей осадки 10 герц до 8 килогерц стоит для 4 скорости очень неплохой диапазон номинальная выходная мощность 2 ватта уровень помех и шумов в канале минус 42 децибела громкоговоритель 2гд 22 потребляемая мощность 60 ватт размера магнитофона 430 на 325 на 165 миллиметров его масса один с половиной килограммов цена на 71 год 240 рублей ну не маленькая цена но и качество этих магнитофонов было в свое время замечательно то есть соответствовало в принципе скажу вам без ложной скорости и импортным аналогом 1 магнитофона были изготовлены из пластмассы без металлодекорации интересно такая интересные сведения таких не встречал вот вероятно тут не очень хорошие фотографии вот без металлодекорации конечно выглядели они победнее поскромнее были такие светленькие но соответствовали стилю магнитофонов тех лет далее завод не стоял на месте и с 74 года выпускал магнитофон маяк 202 маяк 202 давайте на него посмотрим поближе сейчас продемонстрирую такая интересная надпись на нем в вольном стиле рукописная маяк 202 на тоже мы видим монофонический с переключателем дорожек посередине с одним индикатором вот и собственно говоря с такими же не очень мне нравящимися переключателями режимов работы что же представлял из себя этот магнитофон маяк 202 четырехдорожный магнитофон второго класса маяк 202 разработан на базе серийной модели маяк 201 но магнитофоне расширен диапазон записываем воспроизводимых звуковых частот на скорости 19 метров в секунду и стал от 40 герц до 18 килогерц очень хорошо для 74 года 18 килогерц когда была аппаратура класса hi-fi улучшены электроакустические параметры за счет применения в акустической системе двух громкоговорителей типа 1 gd-40 вместо 1 2 года 22 с разнесенными резонансными частотами имеется дистанционное управление лентопротяжным механизмом правда режим пуск и стоп автостоп останавливающий ленту в конце катушки при нажатии обеих кнопок переключателя дорожек можно прослушивать двухдорожечную стереофоническую запись монофоническом режиме сохранение диапазона все частот стереозаписи интересная функция то есть вот начиная здесь второго маяка уже был сделан первый шаг в сторону стерео в сторону стерео потребляемая мощность 65 ватт габарита магнитофона 165 на 432 на 332 миллиметра масса 15 килограмм дальнейшем так сказать развитием этой идеи стал маяк 203 с осени 76 года выпускался и это был наверно самый популярный такой в общем-то маяк я думаю 203 вот он пожалуйста красивые металлизирован уже появились как видите вот такого плана крутящийся удобные рукоят очки вот металлизированные и как вы видите два индикатора что говорит о том что этот магнитофон стал уже стереофоническим но стерео долинейного выхода смог быть использован в качестве магнитофона приставки со стереоусилителем вот либо магнитофона монофонического со своим собственным усилителем мощности черная уже стала решетка декоративная на динамиках и параметры этого магнитофона который нам дает валерий хорошенько на своем сайте я сейчас озвучу предназначен для записи воспроизведения фонограмм с применением магнитной ленты типа 10 позволяет производить запись моно либо стерео с микрофона звукоснимателя радиоприемника телевизора радиолинии и другого магнитофона и воспроизведение стереофонограмм в монорежиме она головные телефоны стерео режиме уровень записи контролируется стрелочными индикаторами а качество сконтролируется прослушиванием сквозного канала конечно его не было магнитофон выполнен переносной конструкции в деревянном корпусе в акустической системе стоят две головки 1 gd 40 r модернизированные вероятно магнитофон питается от сети потребляя мощность 65 ватт скорость ленты 19 05 953 и 476 сантиметров в секунду диапазон частот при скорости 19 0 5 сантиметров в секунду от 40 до 18 килогерц ну как у предыдущей модели на девятой скорости от 63 до 12 500 и вот на четвертой скорости почему-то диапазон стал меньше чем даже у самой первой модели стал от 63 герц до 6400 герц зрительные записи на четырех дорожках ну такая же осталось можно перевести в часы допустим при использовании катушки номер 18 с ленты 44 07 6 b 525 метров на скорости 19 сантиметров 3 часа на сколы на скорости 953 сантиметра 6 часов на скорости 476 12 часов это имеется ввиду писать на каждую дорожку по отдельности если писать стерео режиме то соответственно получается по меньшему ровно в половину номинальная выходная мощность на внутренней акустической системе 2 ватта на внешней акустической системе 4 вата есть имеется выход еще на внешнюю акустику говорит и принципе те же 165 на 432 на 332 масса немножечко побольше стал 12 половиной килограмм вот интересная интересный факт для увеличения ассортимента продукции завод одновременно выпускал и магнитофон маяк 204 который кроме изменений в оформлении был полным аналогом магнитофона маяк 203 давайте мы в этом наверно даже с вами убедимся вот он маяк 203 до другой немножко весы такие замечательные катушки величайшие сейчас таки не достать 18 катушки до алюминиевые с символикой олимпиады 80 москва и с круглыми отверстиями кстати круглые отверстия в катушках потом выпускались и на прозрачных пластмассовых катушках такие отверстия это фирменный стиль катушек маяковских на самом деле стал царики просто шик катушки хочу таки в коллекцию но у меня таких к сожалению нет вот такого значит у нас маячок в принципе он как бы представляем от представленного сейчас нам 205 практически мало чем отличается это был 203 давайте посмотрим на 204 маяк так выглядит он а вот и 204 вам пожалуйста найдите как говорится 5 отличий да ничего собственно кроме надписи да мы тут вряд ли найдем интересная особенность почему так делалось и делается и даже на нашем магнитофоне также потом видим левый подкатушник у него белая правый подкатушник черный не перепутать что ли зачем это сделано ну-ка где тут у нас еще есть больше с подкатушниками голыми не видно вот ну и наконец соответственно про 204 поговорили вот теперь наш 205 катушный магнитофон маяк 205 стереофонический тоже до линейного выхода с начала 79 года то есть виде прошло уже практически 8 лет с момента первого выпуска а он в общем то есть принципы свои сохранил по крайней мере структура лентопротяжный механизм а такая же поменялась только электроника вот кстати здесь он изображен со своей фирменной круглодырчатой катушкой только пластиковой прозрачной не металлической вот это его характерная особенность давайте по параметрам выпускал его киевский завод разумеется маяк 79 года предназначен для записи фонограмма магнитной ленте и их воспроизведения на собственную или внешне акустическую систему а также на головные телефоны магнитофоне предусмотрен раздельный регулок уровня записи ускоренная перемотка ленты временный останов ленты автоматический стоп ленты при окончании и обрыве контроль уровня записи раздельно по каналам при неподвижной и движущейся ленте опять-таки сквозняка конечно там не было то есть только так визуально по стрелкам и потом с прослушиванием регулировка тембра по высоким и низким частотам регулировка громкости с тонкомпенсацией где интересно у нас тонкомпенсации счетчик расхода магнитной ленты используем магнитофона в качестве усилителя звуковой частоты вот интересная функция если мы отключаем скорость вот этим переключателем соответственно то магнитофон можно как усилок использовать вот правда монофонический отключение головок дистанционно управление пуском остановок скорости те же самые 319 9 4 диапазон любого частот не изменился соответственно 40 до 18 до 12 500 и 63 до 6300 герц уровень шумов и помех в канале записи воспроизведения минус 44 децибел коэффициент нелинейных искажений 3 процента номинальная выходная мощность 2 ватта на внешнюю акустическую систему также 4 ватта максимальная 4 и 8 ватт потребляемой сети мощи 65 ватт габариты те же 432 338 165 масса 12 половиной килограмм но и заключение хотелось бы сказать что как бы это была не последняя модель магнитофонов маяк хотя следующая которая фактически для вас последний это сетевой коточный магнитофон маяк 206 точно такая непонятная ситуация с ней как говорит валерий хашенко с 1980 года низкий завод маяк выпустил небольшой серией эти магнитофоны маяк 206 магнитофон по конструкции характеристикам оформлению полный аналог магнитофона маяк 205 и выпускался для расширения ассортимента выпускаемой продукции как пишет валерий он не нашел фотографии маяка 206 и вот представил на своем сайте фото маяка 205 с измененной циферкой только ну будем полагать что он был такой же как и 205 только как видите здесь изображены рукоятки переключения режимов и рукоятки регулировки громкости тембра и записи и так далее чисто черными в то время как у 205 как вы видите он у нас имеет серебристые рукоятки вот собственно говоря все теперь коротко об органах управления левая рукоятка у нас встречает за скорость и переключает 4 9 либо 19 скорость вот это выгодно отличает этот магнитофон от астры 209 и последующими моделей потому что там 4 скорости нет иногда бывает она нужна вот то есть преимущество это магнитофона явно на лицо это три скорости две дорожки возможность работать режиме стерео по габаритам чуть поменьше астры но астры свои контрольные динамики частотный диапазон у него получше но и оформление авторска честно говоря мне нравится больше тому же она вертикального исполнения более современно как-то выглядит такого плана здесь катушки как вы видите стоят специально поставил 1 15 1 18 18 немножко выступает за габариты аппарата но хотя бы то что можно 18 применять это уже хорошо выгодно отличает его от той же кометы вот а для того чтобы с 18 катушками закрывался магнитофон есть видите на крышке сделала такой вырез когда закрываешь как раз этот вырез в нее входят 18 катушки пятна для пятнадцатых он не нужен вот крышка конечно некрасивая такая просто пластмассовая черная непрозрачная в отличие от астровской ну вот как есть так есть тут уже говорим о том что присутствует и так левая рукоятка для переключения скоростей вращается всевозможными способами вот можно сделать вообще 0 все рукоятки не фиксируем можно по кругу покручу сколько угодно правая рукоятка управляет всеми режимами лентопротяжного механизма перемотка влево перемотка вправо и когда мы на нее нажимаем и поворачиваем вправо включается режим воспроизведения перемотка без нажатия включается режим записи включается нажатием вот на эту красную кнопку и одновременно погружением и поворотом вот этой рукоятки вглубь здесь переключатель дорожек 1 4 3 2 это четырехдорожечный магнитофон далее имеется режим паузы почему-то нас отнесен сюда не очень нет решение нравится лучше был вариант с рукояткой управления лента протягом режим отключения собственного встроенного динамика и режим стерео то есть нажав на эту кнопку мы включаем одновременно первую четвертую треть вторую дорожки вот регуляторы значит сетевой выключатель он же регулятор громкости повернув эту рукоятку мы видим что у нас включился двигатель потому что переключатель стоит включение и снова так повернем рукоятку тот двигатель будет выключен 19 скорость загорается лампочка индикации включения в сеть которые расположены на нижней крышке закрывающий головочный отсек отсек лентопротяга вот верхняя крышка здесь несъемная заподлицо с фальш панели вот регулятор тембра а пардон регулятор сети он же к тембр по 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 низким частотам извините да я вас обманул середине регулятор громкости и регулятор тембра по высоким частотам справа здесь два регулятора уровня записи на по каналам канал один канал 2 им соответствуют индикаторы между ними расположен расположена пятидиновое гнездо для пульта дистанционного управления помните действия реализует всего одну функцию пуск либо стоп то есть дублирует функцию кнопки пауза вот а теперь давайте мы с вами послушаем что-нибудь на этом магнитофоне я не буду составить никаких записей для оценки качества этого магнитофона звучит он нормально просто вот вместе с ним ко мне пришла такая интереснейшая пленка я хотел бы чтобы вы ее послушали редкая на самом деле пленка пародия на нашего знаменитого на выступление знаменитого леонида ильича брежнева нашего любимого дорогого леонида ильича я кстати к нему очень хорошо отношусь нормальный человек был дай бог быть таким правителем стол и в столь долго держать страну в тенденции постоянного поступательного развития ладно на политике мы на канале не говорим как договорились поэтому вот просто пародия на леонида ильича брежнева не знаю кто исполнил запись не очень хорошая простите пожалуйста послушайте как есть соответственно так до 19 по муску вас была записана вот выступление якобы выступление дорогого леонида ильича дорогие товарищи друзья мои юрий вот вы уезжаете а мы задаём тебе такой вот что мы теряемся и что мы приобретаем отвечаем все что мы убираемся и в вашем обмену мы все ваше и приобретаем на даме приобретаемые репетdat мая плачал мая плачал мая плачал мая плачал в дал плачал и по плачал мая мая Отвеченный вопрос. А что русские делают лучше? Вот так. Меня обвиняют в том, что я якобы из тебя построил это кузнечный тип, что я сам тебе даю воистские знания и всевозможные названия. Я вам сказать, что это не явно. Я, честно говоря, по-профейному, давно выслужил вы этим генералитом. Короче, я говорю, если я мог бы выговорить это словом, я бы давно был в этом генералитом. А так, как всего лишь маршал. Недавно вышли мои две книги «Малая земля» и «Война и мир». А я что попутаю. «Война и мир» навязал в 15 раз. Ах, умерло враждение. Эти две книги были сразу переведены на русский язык. Они с евреям. Во всех газетах совершенно откровенно, ничего не боя, словили эти книги. И правильно, а чего боятся? Свободопечательство. Находили некоторые индивидуумы, которые писали лично мне и говорили, что эти две фамилии полная господь. А адреса и фамилии не проставили. Странно. Боятся передвижки со мной. Малая земля. Малая земля и вынуждение изучаются на всех предприятиях наше необъятное районное. В рабочее время востребятное власть. Сейчас эти две книги, малая земля и вынуждение переведены на евреи. Это большой подарок евреескому народу. И сейчас я работаю за книгой «Что делать?». Офигенно, что делать. Так вот книга, кто выйдет на татарском языке. И он сейчас спрашивает, не собираешь ли я эмигрировать? В Америку через Израиль. Я отвечаю. Я отвечаю. Лично бы я, никогда бы не эмигрировал бы, если бы не дети. Детей жалко. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Я посчитал своим долгом. Пусть она в ужасном состоянии, конечно. Но это наша своеобразная история. А чего еще есть на этой пленке, я не знаю. Давайте посмотрим вместе. Видите, когда опускаем вниз эту рукоятку, характерный щелчок срабатывает электромагнит. О, Люба Успенская, да? Записано, как вы видите, на первой и четвертой дорожке. Если мы включим вторую, третью, вторую дорожку, то мы, как видим с вами, записи здесь никакой нет. Вот в чем фишка этих магнитофонов. Ну, а теперь, наверное, как всегда, давайте испытаем все его возможности и попробуем что-нибудь записать на этот магнитофон. Потому что была от него еще вот такая пленочка, интересная белая катушка. Вот. Тип ее, наверное, шестой, потому что она такая, видите, совсем коричневая. Вот. И на ней ничего не записано, как оказалось. Почему бы нам не попробовать на нее что-нибудь записать. Для этой цели мы воспользуемся вот таким замечательным, старинным, раритетным микрофоном MD-47 динамическим. Вот. Этот у меня переделан под транзисторную технику, то есть из него изъят трансформатор. Поэтому, я думаю, что-нибудь дозапишется. Гнезда для записи расположены вот здесь. Давайте мы вот снимем этот микрофон. Гнездо под микрофон номер один первого канала. И попробуем что-нибудь записать на наш замечательный маячок 205. Маяк 205. Вот. Смотрите, видите, белая и черная каркатушечники. Почему так, я не знаю. Видимо, чтобы не запутаться. Вот. Вставляем пленочку. Она, кстати, довольно хорошо вставляется в литопротяжный механизм. Да, не знаю почему, но этот магнитофон автостоп не работает. Я пока не смотрел по окончании ленты. Ничего страшного. Это на скорость не влияет. Итак. Перематываем пленочку. И включаем режим записи. Можно записать, допустим, первая и четвертая дорожка. Включаем. Если нам нужна пауза при записи, то пользуемся вот так. Либо вот так. Раз, раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Включите, пять. Пять. Раз, два. Раз, раз. Раз, два, три. Так. Проверка записи. Вот индикатор у нас задергался. Первого канала, на котором мы пишем проверка записи. На магнитофон МАЯК-205. Посредством микрофона МД-201. Сейчас записываем на первый канал. На первый канал мы записываем магнитофона МАЯК-205. И сейчас будем проверять, что у нас получится по факту записи на первый канал. А пока давайте мы с вами перейдем на второй канал. Микрофон изъяли. Втыкаем. И включаем третью, вторую дорожку. Вот, 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 вот. Перегруз. Раз, два, три, четыре, пять. А теперь мы пишем на второй канал этого же магнитофона МАЯК-205. Пишем через микрофон. И потом проверим, что у нас получится. Смотрите-ка. Этот магнитофон, кстати, достаточно спокойно относится к обратной связи, к самовозбуждению. То есть я вот сейчас говорю. Из динамиков тоже мы слышим то, что записываем. Вот. И в то же время самовозбуждение не наступает. Индикатор, надеюсь, вам видно, как дергается. Нет, наверное, не видно. Давайте сейчас попробую показать. Вот. Вот индикатор, видите, канала, да? Раз, 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 два, три, три, четыре, пять. Индикатор второго, как бы, канала. Дорожки 3, два, вот они у нас включены, да? Соответственно, дергается. Ну, а теперь попробуем записать. Так, наверное, надо бы переключиться на первый, вот, микрофонный. Так, и попробуем в режиме стереозаписи. Раз, два, три. Раз, два, три. Три, два, раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Пробуем писать в режиме стереозаписи. Стереозаписи. Я не знаю, как правильно стереорежим писать. На всякий случай нажал обе вот эти кнопки. И мы сейчас с вами посмотрим на индикаторы. Они оба, соответственно, дергаются. То есть как-то так. Надеюсь, все-таки запишется в режиме. Ну, я так полагаю, не полагаю, а точно знаю, что это будет псевдо-стереозапись, потому что микрофон у нас всего один. Второй я не брал. Но это не помешает нам с вами посмотреть то, что у нас получилось. А, давайте еще попробуем на другой скорости пописать. Допустим, вот на такой. Не помню. Девятый. Если почему-то неправильно показывать скорости. Скорее всего, вот это четвертая. Скорее всего, это четвертая, да. Потому что медленно. Хотя, то ли четвертый, по-моему, и даже быстровато. А вот следующая должна быть... А следующая вообще, ступка. А вот это, по идее, должна быть девятая. Ну, что-то тут не в порядке со скоростями. Девятая здесь точно есть, надо смотреть, я его еще не открывал. Девятая здесь точно есть скорость, вот. а четвертое почему-то у нас не включается вероятно что-то там с переключаясь промежуточным роликом не совсем точно встает на шкивы различные диаметры шкивов ведущего вала двигателя но это все не страшно все чиниться так что опять возвращаемся на девятнадцатую скорость 19 чётко срабатывать и теперь давайте посмотрим что у нас получили в результате этих наших экспериментов с записью на магнитофон маяк 205 мотаем покраска вот это черный матовый краски конечно не очень нравится потому что она довольно сильно облезает на всех попадавшихся мне маяках 205 вот этот вся черная краска постепенно облупляется вот и появляются такие некрасивые потертости лучше бы конечно он был в серебре полностью но тогда была в модная тенденция такая на черный на черная краска как пасек здесь пострадавший поэтому в конце перемотки он работает не очень хорошо вот видите автостоп почему-то у вас не срабатывает вот ну что ж давайте посмотрим что мы там с вами на записывали на раз-раз-два-три раз-два-три раз-два-три проверка за все индикатор задергался первого канала на который мы пишем проверка записи магнитофон маяк 205 посредством микрофона md 201 сейчас записываем на первый канал на первый канал мы записываем магнитофона маяк 205 сейчас будем проверять что у нас получится по факту записи на первый канал а пока давайте мы с вами перейдем вторую дорожку а теперь перегруз раз-два-три-четыре-пять а теперь мы пишем на второй канал и тоже магнитофона маяка так сказать и вот видите здесь ничего не записано потом проверим что у нас получится достаточно спокойно относится к обратной связи к самовозбуждению то есть я сейчас говорю есть ничего не написано без записан вот и в то же время самовозбуждение не наступает дикатом надеюсь его видно как на воспроизведение индикаторы здесь не работаю бы показать вот вот индикатор ввести канала 1 1 1 1 2 3 3 4 5 индикатор 2 как бы канала дорожки 3 2 ничего нет естественно дергается ну а теперь мы стерео пытались да а ну что у нас тут стерео записи и не знаю правильность теперь режим писать на всякий случай нажал обе вот эти кнопки и мы сейчас с вами посмотрим вот на индикатор они в режиме псевдо стерео пишешь сразу на оба канала в режиме ну я так полагаю не полагаю значит это будет псевдо стерео запись потому что микрофон у нас всего один я не брал но это не помешает нам с вами посмотреть то что у нас получилось а давайте еще попробуем на на другой скорости подписать вот это по идее должна быть девятая ну что то тут не в порядке со скоростями девятая здесь точно есть надо смотреть я его еще не открывал девятая здесь точно есть скорость вот а четвертая почему то вас не включается смотрим вот это скорее 4 ну вот собственно говоря на этом и все что я хотел рассказать про этот замечательный магнитофон это наш второй ролик про маяк 205 причем юбилейный 60 лет ссср спасибо всем большое за внимание в режим усилителя и отключим от сети оставайтесь канале всегда с вами сергей